Друзья, всем привет! Меня зовут Гудмен, и нам осталось совершить последний рывок, чтобы завершить основную главу в игре Фантазмат, часть под номером 8, Мрачное озеро. Практически все возможные ачивки мы выбили, которые можно вообще, по сути дела, выбить в основной главе. Осталось только не пропустить вот эти вот призрачные предметы, которые попадаются на новых локациях, правда, не везде. Но у нас есть замечательная подсказочка, вот тут вот в виде спиральки, которая помогает нам определить, есть ли здесь ачивки или нет. Хорошо, давайте думать, куда можно двинуть дальше. Там была одна эмблемка, но явно не сюда. Пока у нас тут еще ничего нет, значит, что-то в этом саду осталось. Может быть, здесь? Копье и декоративное, я хотел сказать, декоративная эмблема. В склепе, по-моему, мы тоже все завершили. То есть сюда влево вообще? Хорошо, вернемся в главный холл. Значит, что-то оттуда можно сделать. Ну что? Круглый зал? Нет, здесь я тоже все завершил. Я вот и вчера думал, а куда двинуть дальше? Всюду. Вот здесь только что-то осталось, но это, скорее всего, разработчики. Забыли подправить. Если что, сейчас карты воспользуемся. Посмотрим, где тут что будет сверкать. Хотя вот, честно, самому хочется догадаться, что я мог пропустить. Мне казалось, что я... Ну, всюду все завершено. Только в холле осталось вот это вот. Или что-то очень старое. То, что я подзабыл. Ладно, давайте карту посмотрим. Так, интересно. Как я и говорил, фойе. Тут. Ой-ой-ой, я вообще про это сердечко-то и подзабыл уже. Мое, друзья, упущение. Ну, хорошо, что мы играем на легком режиме. Хотя, вы знаете, с другой стороны, если бы я играл на сложном, я бы совершенно точно играл более внимательно. И, наверное, эту локацию бы запомнил. А так я, если честно, на таком расслабоне сижу. Вот. Иногда немножко начинаю, если так, конечно, можно выразиться, напрягаться в каких-то головоломках. А так, честно, ну, не сильно себе голову чем-то заморачиваю. Все морфинг объекты. Вот, меняется. Мы неразделимо связаны с шестью частями артефакта. А я ж только четыре нашел. Только так мы можем удерживать тьму внутри. Я не могу покинуть свой трон и позволить тьме захватить наш мир. Еще что-то открывается. Тьма-тьма-тьма-тьма. Вот же меняется. Каждый из нас жертвенный агнец. Каждый отдает свою кровь этому сосуду, ибо только наша жертва может запечатать тьму внутри артефакта. Ух. Какая-то загадка сейчас, наверное, будет. Нет, нет. Деревянная ручка. Да, здесь эти жетоны надо собирать. Тут все понятно. Хорошо, давайте в банкетный зал зайдем. Вот сосуд какой-то. Двенадцать. Ну, еще только-только половину пересекли, кстати. Любителям волков. Это загадка уже получается, да? Или что-то не хватает? Одной плитки. Значит, читать даже не буду. Может, вот это нет? Ритуальный амулет. Так, здесь какая-то плитка осталась. Что-то вроде символа волков. Чашка. Чашка надо просто. Ого, какая страшная, да? Вон, сама себе проход забаррикадировала. Так, ищем, ищем, ищем. Может, вот это? Нет. Нет, нет, нет. Ах ты, вот ты где. Эй, не-не-не-не, вот это я жал. Кристаллов у меня нет. Не хочешь ножиком поработать? Здесь что-то я должен взять. Я не могу отсюда просто уйти. Ну, маловероятно. Почему нож для масла? Еще именно почему-то для масла именно. Здесь нечего делать. Значит, что-то... Нет, не здесь, не здесь, не здесь. Нет. Хотя можно попробовать вкрутить. Все ясно. Используйте информацию на плите слева, чтобы правильно расставить плитки на панели. Что это такое? Королева вместе с королем рядом в центре. Позади королевы на пять шагов. На пять шагов. Ее священник. Ранитель на четыре шага позади служанки. А пять шагов как считается? Если брать даже всю вот эту, значит, она уже не в центре будет располагаться. Следовательно, шаги имеются в виду вот так, наверное. Допустим, королева будет здесь, а король находиться будет здесь, рядом. Значит, священник, чтобы находиться на пять шагов, должен располагаться раз, два, три, четыре, пять. Вот это священник. Хранитель позади служанки. Стоп, в начале пути. Да что такое? Все ясно. Так, я понял, как это решается. Где-то сброс. Тут имеется не по прямой, наверное, а вот так, друзья. Значит, шут находится тут. Начало пути. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это через шесть или на шесть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте будем думать так. Служанка находится на четыре шага. Впереди тоже получается. Раз, два, три, четыре. Ну да, в нижнем углу. Все верно. Позади королевы, на пять шагов ее находится священник. Королева вместе с королем рядом в центре. Король, наверное, будет здесь располагаться, а королева где-то... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 5 6 хранитель на 4 шага позади служанки стоящий в нижнем углу все верно 1 2 3 4 вот он позади королева на 5 шагов и и священник со священником вообще непонятно вместе с королем рядом в центре если допустим взять вот так 1 2 3 4 5 хорошо решили логическую задачку стальной пруд а что здесь надо было что-то поковыряться до веревки пока нету извини но зато вот и веревка так что еще осталось чашка только только чашка веревка вот по-моему нас героиня героиня же у нас нифига себе девчонка валит так сцена поиска погнали вот это один из моих самых любимых поисков даже не хочется что-то гадать а просто вот попробовать догадаться так первое что-то написанное со стрелкой не корабль возможно компас мне так покажется который указывает какую сторону двигаться либо какая-то морская карта еще якорь есть так хорошо да причем здесь якорь и корабль со стрелкой я не понял так губы и мелодия даже у вас микрофон нет ладно не знаю чернила и клякса может пятно какое-то нет не то крючок и то рыба наверное что-то что-то друзья я не могу ничего отгадать так дальше листика пчела цветок 2 плюс 10 12 нет стойте 5 плюс это будет 15 а вот здесь кстати будет перо наверное были здесь не совсем не в принципе логика тоже есть что вот это такое нет череп змея птичка осьминог но крючок и вода друзья если это осьминог нет слава богу то вообще логики мало в этом и не пружина а может быть вот 12 чего это я мучаюсь рыба да значит я правильность рассуждал а вот что с губами и нотами делать это бы я хотел узнать что это может быть я бы микрофон предположил в принципе то есть свисток ну да губы и звук имеется ввиду значит тоже логично так что-то надо здесь достать жук зуб честно кстати вот он только хотел сказать что ни разу нигде не видел да будет свет на читам летучая мышь прячется на будет свет спички все по моему эта локация у нас друзья завершена двигаем дальше а вот и она знаете я честно не вижу чтобы здесь как-то сильно уж очень хотели мне помешать в этой комнате находится артефакт замороженное украшение наверное на кипяточек здесь ворон кнут с крюком длинный тонкий предмет это ж дыба до орудия пыток цепь со скобой кнут с крюком значит что у нас остался ворон и все и все получается здесь находится артефакт как я понимаю здесь мы тоже все выполнили осталось только две локации как уже и что это было так возвращаемся к озеру с еще раз посмотрю эту локацию вроде бы тут друзья все и здесь все и здесь все осталось как-то открыть вот эту вот комнату видимо это будет конец игры ну или по крайней мере ее основной части не какое-то ощущение что как-то быстро здесь события разворачиваются прошлый фантазмат как-то довольно более продолжительный что ли был хотя пока по часам если брать в принципе там небольшая разница выходит а чего мне такое ощущение что скелет находится слева слева да пожалуйста так о чем не дали устройство для пыток хрена себе снабжают героиню оружием тогда где его применять это устройство для пыток только здесь у нас что-то осталось по-моему вот этим кнут окно с крюковным кнут принципе он не такой прочный где-то где-то вот и это настолько друзья как-то не оригинально эти предметы используют у меня бы такого в жизни тех кто такого не догадался в некоторых моментах что просто жди в удаешься охотничий рок украшение звезда подпорка так что у нас тут линза следите пока ничего уже тут находится артефакт он же на дне кстати был выберите фрагменты для перемещения в центр и поворачивайте звезду чтобы восстановить изображение показанное на листике вот это да хотя кажется что ничего такого здесь сверх сложного нет где ж тогда эта часть вроде похоже стоп все в начале изначально все неправильно уже начал складывать я поэтому у меня и путаница пошла вот так вот так думаю что то как то некрасиво получается что то здесь не очень смотрится вот это вот соединение мне на не очень то нравится и узнает потом узнаем в общем если вдруг что-то где-то не срастется по идее вот тут нет это точно не здесь потому что вот эта голова должна находиться здесь это тоже как-то страшненько смотрится что-то как-то мне не вообще не нравится что нарисовал точно не это просто ужас как страшно я не знаю что то здесь не не так здесь так же хреново все нарисовано ну не знаю я бы то с натяжкой бы назвал только правильным расположением как они там смотрят тоже некрасиво вот тут что-то смотрится уже как-то вот это наверно будет нет и тут что-то как-то вот здесь даже вот эти вот соединения какие-то они неправильные даже вот здесь что-то должно по-другому располагаться даже вот здесь что-то должно по-другому располагаться неужели я неправильно изначально все поставил ну тут вроде бы еще пальца правильно идет а тут такого нет на картинке да что-то не так твою дивизию о другое дело вот оно это мне все равно не нравится фигня какая-то но здесь хотя бы примерно похоже на то что должно быть вот это вот переход в голову вообще как-то друзья ужасно получается решили долго-долго было это все но мы справились слава богу не совсем ехал что это за подсказка пока русалки у меня нет королевская драгоценность о, еще локация, я там что-то удохаюсь слить воду, как достать жертвенный кинжал нет, не так значит двигаем дальше так, что мы взяли гаситель факелов, напильник не хочет а этот что не погасил 1, 2, 3, 4, 5, 6 мне так нажать что ли надо? вроде бы расположено не так же деревянное кольцо ух, еще одна локация наверное последняя в этой игре точнее в этой стоп, а что 16? должно уже 17 быть уже я не понял или может мне показалось но мне кажется мы на прошлой на позапрошлой локации брали 15 фрагмент или не, 16 и сейчас взяли опять 16 до конца 10 10 10 12 Сейчас получим ачивку 150 предметов Я же говорил Как это все предсказуемо Хотя, если честно, то это В принципе, так можно было догадаться Очень давно мы собираем предметы И до сих пор эту ачивку не получили Значит, оставшуюся выбьем в бонусной главе Найдите два якоря Наверное, надо что-то где-то с чем-то, может быть Нет Нажал, даже, честно, не видел, что там И тут то же самое, кстати Линза в этих колбочках А где-то нам линза нужна была В первой локации, по-моему Как мы сюда вошли, я имею в виду Тут все Здесь мы завершили Они заковали меня в цепи, чтобы прервать проведение ритуала Любопытство Сгубило кошку О, наконец-то, друзья Первый скример, наверное, спустя Спустя часа два, наверное Как мы с вами Проходим эту игру Вначале на каждом шагу Пугали Очень все круто смотрелось Даже в головоломках решаешь Там что-то хлобысь выскакивала И это все интересно воспринималось А потом в итоге все-таки Но в итоге все-таки Как мы предсказывали Так и получилось Ожидание церемонии кажется бесконечным Каждый раз, когда мы проводим ритуал Тьма становится немного больше Как долго мы сможем сдерживать это Пока тьма не пересилит нас Королевский кубок Субтитры сделал DimaTorzok Прикольный ключ Меняйте местами Вращайте шестеренки До тех пор, пока все линии Не будут соединены Потяните рычаг для проверки М-м-м-м-м-м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это очень красиво здесь встает Ну, снизу Вот, пожалуйста, здесь мы нашли Дальше Что-то похожее вроде бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так не все линии Обманщики Субтитры сделал DimaTorzok Так, святыня Локация чистенькая Держи, что еще не сделал И там вроде бы все У меня только один рыцарь есть Неужели тут что-то еще осталось? Очень странно Стоп, там что-то, по-моему, моргало Над кроватью Нет, показалось Здесь остались только два рыцаря У меня пока он один В затопленном зале Мы только что все завершили Ну И тут мы давно все сделали Ах, ты ж черт Второй раз цена поиска Кстати, первый раз в этой Какая-то тавтология получилась Непонятная В общем, первый раз в этой игре Друзья, у нас Повторяется сцена поиска Но Вы знаете, эта локация Напрашивалась Потому что здесь Вот эти книжки лежали Так и хотелось Открыть, посмотреть Что же там Находится Так, что осталось? Какой-то цветок Летучая мышь А там еще один поиск будет Так Вот летучая мышь Продолжение следует... Ну вот теперь, друзья И ясно Кто этот был дядька Который нас перевозил Перевозил на этом И кто предал Своих хозяев Но Неясно Непонятно Лично для меня Почему именно сейчас Про это вот заговорили То ли сила Вот этих всех артефактов Мне какое-то видение Открыло Посчитало меня достойным То ли еще По какой-то причине Ну, в общем Логики я все равно Здесь не увидел Наверное Одна из последних Сейчас загадок будет Сейчас я могу избежать. Я был искренен за стыдом пищи. Единственная способность, чтобы уничтожить его артифакт. Но спирты их защитили. Я не волнуюсь, кто живет или умер. Я должен быть свободным. Продолжение следует... И все, это финальная задачка. Продолжение следует... Видимо, друзья, мы еще вернемся в этот замок. Судя по этой карте... Это карта шута. Что это такое? Отлично. Ну что, друзья, вот и завершилась основная глава. Давайте какие-то выводы сделаем. Ну, во-первых, лично я немножко все-таки расстроен. Сюжет до ужаса банальный. И не очень интересный. Все было предсказуемо. И, как я понимаю, наша героиня в итоге осталась жива. Хотя еще есть бонусная глава. Все может поменяться. Но все же... Даже вот этой вот, знаете, интриги нету. И такого накала событий. Каких-то переживаний. Потому что, по сути дела, у нас в игре был только один персонаж. И непонятный какой-то дядька, который сразу... Видно было, что он не очень положительный. Вот. У него какие-то свои какие-то темные намерения. Так, в принципе, и получилось. Вот. И вообще, как-то не везет в последнее время с игрушками. Уже, наверное, четвертая игра. Если, конечно, не брать Right of Passage. Что-то как-то не очень такие качественные выходят. По сути дела, это игра на один раз. И то, мне кажется, больше даже для фанатов чисто Фантазмата. Потому что ничего другого здесь интересного, по сути дела, нет. Если вы играли в Сакротеру или в более ранней версии Фантазмата, то вы здесь ничего не потеряете. Просто будут немножко другие персонажи и немножко другой антураж. И так остальное все абсолютно выполнено на таком же уровне. Даже где-то, может быть, местами и похуже. Ну, графику немножко подкрутили. Очень круто вначале были реализованы скримеры. Головоломки все, ну, практически все элементарные. За исключением там некоторых. Вот, помните, у меня было два таких... Хотя нет, ступора нет. Это были не ступоры. Просто я их долго решал. А в одной не разобрался, как ее решать. Потом в итоге помучился. И с помощью подсказки своей супруге она мне подсказала... Точнее, как подсказала. Она мне сказала, что, в принципе, тоже считает, что надо эти две ячейки оставить пустыми. Вот, хотя... По заданию я это не совсем понял. Вот, это один такой нюанс. И вот здесь есть такие загадки, которые... Пазлы, которые просто... Они не сложные, но очень долго решаемые. То есть, я не знаю, может быть, это интересно. Играть, но смотреть, я думаю, что не очень. Вот, как мы, допустим, вот этого осьминога по теням составляли. Помните, крутил я там фигурки. Вот тут еще недавно задачка была такая тоже. Тоже составлял осьминога, когда вот эти вот штуки крутил по кругу. Такие, которые составлялись из частей. В общем, игра не очень такая качественная, на мой взгляд. И немножко даже все-таки, если так, какой-то итог так вообще сделать. Ну, конечно, пока еще без бонусной главы. Бонусная глава может все накорнево, еще хуже все сделать. О Apex Games я не помню, чтобы бонусная глава была гораздо интереснее основной. Ну, за исключением, наверное, последнего вот термиллионового дозора, который я играл. Это была вторая часть. Там мне бонус понравился. Тот редкий случай, когда вот действительно бонус понравился больше основной главы. Но это, скорее, исключение из правил, потому что в остальных игрушках, что я от этой студии играл, всегда все было наоборот. То есть бонус был, скорее, сделан, ну, знаете, как для галочки. Потому что нужен, потому что это коллекционное издание, потому что так требует издатель. Вот и все. То есть сюжет обычно... Ну, давайте пока не будем каких-то выводов делать. И все-таки в итоге я, наверное, потом свое итоговое мнение скажу, когда завершим бонусную главу. Но вот сейчас, на данный момент, я бы поставил, наверное, натянутую семерочку или что-то в шесть с плюсом. Как-то вот так. Все, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Если вас заинтересовала игра, то ссылочка находится под видео. А на этом у нас все. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok